В последнее время объектом преступлений все чаще становятся пожилые люди. Ветераны войны, труда, инвалиды. Мошенники не смотрят ни на возраст, ни на заслуги перед отечеством. Их главная цель – любым путем добыть деньги. И не важно, что они забирают последнее у пожилых людей, многие из которых во всем себе отказывают, чтобы собрать средства на черный день. К сожалению, подобные ситуации происходят и в нашем районе. События военного времени не забыты, а не живы в воспоминаниях ветеранов. Это те люди, которые мужественно прошли войну и одержали победу. Героическую, оплаченную ценой миллионов человеческих жизней. Кровью тех, кто воевал, и потом тех, кто на пределе сил работал в тылу. Среди тех, кто прошел войну с первых дней до победы, наш земляк Филипп Андреевич Алексеев. В январе 1941 года он был призван в армию. Там его и застала война. Свой боевой путь начал в 611-м штурмовом авиационном полку в Приволжском военном округе. Служба, если вы в курсе дела штурмовой авиации, это вылет один уже приравнивать можно к героизму. Потому что самолет, штурмовик, он высоко не летал, а он стрих над землей, как говорят, утюжил. Так вот, подлетая к фронту, уже нас встречали любым оружием. И уходили мы. Особенно опасно было идти, когда штурмуешь какой-нибудь укрепленный пункт. Потому что он аж кромешный. Нас редко, редко когда случалось, чтобы эскадрилья, допустим, вернулась без потерь. Обычно очень большие потери. Мне повезло. Потому что моя задача была ничего не делать, кроме сидеть в самолёте и охранять, чтобы не подбили самолёт и не погибли мы. Убилённые сединой, умудрённые жизненным опытом, с орденами на груди, они всё вынесли, всё пережили, подарив нынешнему поколению мирную, спокойную жизнь. Устояв от вражеских пули, не пострадав от рук противников, Филипп Андреевич Алексеев получил, что называется, удар в спину от своих же соотечественников. «Пришли две женщины, молодые, ну как молодые, ну может быть от 25 до 35 лет, примерно так, стучать. Мы из райсобеса. Ну а я человек доверчивый из райсобеса, показывают мне удостоверение, я слепой, я же прочитать не могу. Что надо? Вот у вас деньги есть?» «Я говорю, есть. Сколько? 19 тысяч, я говорю. Их надо заменить, вот мы вам сейчас запечатываем конверт». «Да и мне думал, что такое 19 тысяч. Я говорю, ну нате, запечатайте, почалён принесёт мне потом, откроете, поменяет на новый день. И весь вопрос. Ну а не запечатано, я положил его. Я думаю, ну дай же проверю, что такое толстый сильно конверт. Развернул там бумажки». Филипп Андреевич признаётся, что до сих пор не понимает, как попался на удочку мошенниц. Терять нажитое честным трудом, тем более в год 70-летия Великой Победы, фронтовику особенно горько. А вот мошенников ничего не останавливает. Одно известно, что именно пожилые люди – главные жертвы аферистов. По факту мошенничества уголовное дело уже возбуждено. Но никто из его фигурантов ещё не задержан. Да и поймать мошенников по горячим следам не так-то просто. Пожилые люди с трудом могут описать преступников. Пожилым людям необходимо помнить, что нельзя открывать незнакомым людям дверь и тем более передавать свои сбережения. Нужно понимать, что социальные работники не распространяют лекарства, продукты, либо бытовую технику. Сотрудники пенсионного фонда не производят процедуру обмена денежных банкнот на новые. Хотелось бы привести несколько простых советов, как не стать жертвой мошенников. Никогда не открывайте двери незнакомым вам людям. Если же вы открыли дверь, не впускайте незнакомца в квартиру или дом. Позвоните родным и сообщите о непрошенном госте. Не оставляйте незнакомого вам человека одного в комнате. Не приобретайте у людей, которые якобы являются представителями торговых фирм, продукты, мелкую бытовую технику, лекарства с большой скидкой. Если всё-таки вы стали жертвой мошенников, то необходимо немедленно позвонить в полицию по телефону 02-210-72. Сотрудники отдела внутренних дел настоятельно советуют родным фронтовиков по возможности находиться чаще рядом с ними. Ведь пожилые люди заслуженно ждут знаков внимания. И доверчивость, свойственная преклонному возрасту, может сыграть с ними очень злую шутку.